Двусмысленное значение Ой, оно на слуху, что-то какой-то, где-то я, какой-то намек, недвузначный намек, что-то такое Литература тоже была шестого урока в субботу Ну сейчас, насколько я знаю, это лишние движения, лишние какие-то мероприятия, в которых нет особо, ну, типа как бюрократия, что ли Лишние движения, хорошо, пусть будут лишние движения, лишние мероприятия Это призыв древнего существа в виде огромного Микки Мауса Люди говорили, Эки Воки, а приходил огромный Микки Маус, я не знаю, понятия не имею, что это значит Эки Воки Это игра, максимум, что я знаю об этом злобе, это игра, да, в которую я не умею играть, кстати Что означает слово фрустрация? Ну, вообще, можно было бы еще другим словом его заменить, это, наверное, депрессия Как бы полное разочарование человека в чем-либо или в ком-либо, да Фрустрация – это когда то, что получилось, не совпало с твоими ожиданиями Состояние, когда вышло так, не как ты хотел Боязнь провала, из-за которого ты не начинаешь что-то делать Это паблик ВКонтакте, фрустрация называется Там картинки всякие, мемы, короче, постят Это какой-то фруст, француз, да? У него была рация Он придумал это слово Часть него назвали такое слово Кто такой фрик? Человек, который… Это такая личность, которая выделяется на фоне других Своим мировоззрением, своим внешним видом Он отличается от всех, от серой массы, как бы Фрик – это человек, который в этой рамке нормальности не укладывается Фрик – это человек, который любит внимание общественности Привлекает его всякими, не знаю, всякой одеждой или, не знаю, вызывающими какими-то вещами То есть человек, который не подходит под общепринятые нормы и является чем-то другим Что такое амбиция? Так, ну если вот сейчас, как мы понимаем это слово, то это в хорошем значении, в положительном А вот если считать первоначально его, откуда и как пришло, то больше значило… Оно относилось к человеку, который был очень самовлюбленным и как бы вставил себя превыше других Амбиция – это, ну, некоторый спектр желаний, которые ты считаешь, что ты, ну, достойно того и сможешь добиться Желание, скажем так, добиться чего-то и как бы ты чувствуешь в себе силы, чтобы чего-то добиться, к чему-то прийти Ну, то есть ты хочешь что-то получить и ты видишь в себе эти силы Это, короче, силы, которые ты в себе чувствуешь, твои амбиции, силы и желания Амбиция – это когда ты говоришь себе, я потолстею, и ты толстеешь И это вот тебя не остановить Это какая-то внутренняя сила и тяга человека что-то сделать, и он не сойдет с этого, то есть это амбиция Что значит философия и слово априори? Ну, это когда человек без какой-либо практики просто основывается на своем мнении, наверное, на своем «я» доказывает что-либо Что-то, что не требует каких-то пояснений А, это, по-моему, спектр понятий, которые установлены до начала спора, по-моему, нет? Что-то в этом роде Что-то, что не требует доказательств, что и так понятно, ну, как аксиомы в геометрии, в общем Априори – это, по-моему, что-то объективное, что ли, как бы синоним, я не знаю, что это Говоря языком абстрактным, скажем так, если перефразировать это слово Либо по сути своей Вот, можно так сказать Кто такой мизантроп? Такс – это худший из людей, потому что он ненавидит людей Вот, я думаю, что это человек-оненавистник Мизантроп – это тот, кого не очень радуют другие люди Ой, я путаю с мизогинией, подождите Мизантроп – это человек, который не любит общество других людей Оп, мизантроп Я не знаю Человек любознательный, наверное, который хочет все знать Нет? 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 Ладно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!